Комплексный вопрос для начала. Действительно, любая база данных может быть использована не только сейчас, но и со временем. Чутко нужно понимать, что через 10 лет, если будет систематизация данных, она может быть использована и можно будет проводить аудит «было-стало». Но относительно борьбы с оппозиционерами, неким таким, насколько это инструмент. Это действительно инструмент, но есть и другие инструменты. Уже они были использованы ранее, заводились дела в ГПУ, потом мы знаем манипуляции с теми же другими антикоррупционными органами, как НАБУ. То есть разные варианты. Когда нужно держать в узде оппозиционеров, находятся и другие инструменты. Достаточно вспомнить, у нас бывает такая мода, сегодня угнетенными могут быть одни силы. Достаточно вспомнить, тот был оппозиционный блок, хорошо знает, как с ними было. Потом могли переключать фокус на другие силы, где-то батьковщина, где-то самопомощь. То есть когда происходят какие-то неугодные, их, конечно, могут немного притеснять, а иногда и сильно. То есть использовать силовой фактор давления на оппонентов, конечно же, можно. Так же, как и на соратников, которые так или иначе пытаются показать свою независимость. Тревожные моменты другие, на что хотела обратить внимание. Первое. Открыто почти все говорят о связи главы новых антикоррупционных органов с определенной политической силой. Это должны быть независимые фигуры. Нельзя ставить... У нас немножко под утих скандал с тем же Насеровым. Был конкурс, должна была быть совершенно независимая кандидатура, но так или иначе, потом вскрываются связи, давление какие-то там. То есть опять, здесь приобретена та же ситуация. То есть в открытую, доказывайте этот момент, фигуры такие должны быть равно отдаленные от всех политических сил, потому что они должны демонстрировать свою независимость. То есть мы говорим уже не просто об открытых каких-то квотах политических сил, а просто о связи, пуповинной связи с той или иной группой влияния или политической силой. Это тревожный маркер. Следующий момент это колоссальный непрофессионализм во всех антикоррупционных органах, как старых, так и новых. Независимо от того, будем с вами обсуждать агентства, бюро, СААП, ГПУ. Но тотальный... Так в цьому сенсу. Никому не нужен независимый профессионал. Всем нужен кированный непрофессионал. Нам нужны украинцы, нужны профессионалы. Для этого выделяются колоссальные бюджеты. Для этого идет доверие к этой власти, которую избирали легитимно, давали полномочия, менять систему. На это был запрос, на эти реформы. Где реформы? Вот годовые отчеты, да, вот не так давно были. Годовой отчет НАБУ, САП, ГПУ. Что, о чем мы говорим? Там же просто тотальный непрофессионализм, и оно все вызывает отторжение у общества. Мы скоро добьемся того, что ко всем, как старым, так и новым органам будет не то, что вот, как мы говорим, там саботаж за заполнение таких. Это, конечно, знаете, такие цветочки, ягодки будут попозже. Потому что, давайте не забывать, что одним из требований МВФ как раз был, это аудит электронного декларирования. И мы стоим опять на пороге нового транша, да, мы стоим на пороге пересмотра бюджета, закончился первый квартал. Мы стоим на много... Ну, то есть у нас серьезные проблемы, а мы элементарных вещей не можем сделать. Как среагировал Запад? Да ужасно среагировал Запад, потому что сначала они были в шоке от того, что оголилось, потом они требовали аудит от того, как это накопилось, да, ведь все же подумали, что это нулевые декларации, прям покажем и все простят. Не тут-то было, господа, аудитом никто не занимается. Ведь при колоссальных отчислениях, да, антикоррупционные органы и силовой блок провисает социалка, все, о чем говорил Каплин, куча людей, которые нуждаются каждый день в финансировании, они в затянутых поясах, а мы не видим эффективности. Ну, плачевно. Плачевно нужно разделить на два периода. Первый – это минуле, и сдача попередней декларации, и все ознаки саботажа, и то, что происходит сейчас. Что было в минулом, да? Что было, не так как в картах, что было, что будет, чем сердце успокоится. Не важно. Первый – это, когда затягивали сведомо запуск декларации, где народные депутаты Украины должны показать всем стране, сколько в Верховной Раде миллиардеров, а сколько миллионеров, это было для того, чтобы получить время, чтобы переписать многомиллиардную владельность на тещь двоюродных братьев, сестерия и так далее. Это удалось сделать. Все нотариусы в Киеве в этот период были просто завантажены. И поэтому, дорогие украинцы, вы увидели только 5% от того, чем они владеют. Но прийдет социально-демократичная партия до влады, я вам все покажу, все заберу и между вами распределяю. Ты можешь даже свое. Другая важная, ваша, другая важная складовая. Что сейчас происходит, представьте себе. Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Радикальная партия и другие партии, которые имеют админресурс, протягли, проштовхали, напхали в Минские Ради величезную кількість депутатов Минских Рад. Чтобы вы знали, их всего 350 тысяч человек, 350 тысяч депутатов областных Минских Рад. Уявите себе, что там происходит с остатками, и кого они брали, потому что они продавали. В Полтавской области блок Петра Порошенко продал значок блоку Петра Порошенко бандитам, бывшему вору в законе, который сейчас керует Полтавию. Чтобы вы знали. Я вертаюсь к вам много раз, чтобы вы очистили. И они слигались с Батькищиной вместе. И Дерибанец сейчас, вот вы сидите вместе, там они тоже вместе сидят и крадут гроши. То есть это время, что вы как это декларациям вырисли, что вы хотите сегодня? И теперь нужен час, чтобы снова таки переписать сотни миллиардов гривен, награбованих за 25 лет, потому что они никогда не менялись. Одни и те же депутаты Минских Рад. Переписать снова таки на двоюродных братов, сестер, теж, водителей, помещений и так далее. Это другий этап. Третий важливый склад, это именно на ЗК. Так, я согласен с Добродомовым, что это чисто человек Яценюка. Родичи, которые балетировали из Яценюка в народные депутаты, в депутаты местных Рад, это когда-то участники их команды. Но они там что-то не поделили. Они там что-то не поделили, и сейчас начали гонения на эту женщину. До правды сказать, она должна выполнить эти функции, покладенные обувистью на нее. Потому что мы платим, чтобы вы знали, снова таки, дорогие украинцы, ей зарплату 101 тысячу гривен в месяц. Это без премии. Это без премии. Это без зарплаты. Там все 200-250 тысяч. Покажите мне, пожалуйста, пенсионера, работника, селянина, обычного. Покажите мне, обычную пересечную людину, чтобы отримала такой уровень зарплаты. Разом с тем, посмотрите на ее фаховость. Я уже закинчу. Посмотрите на ее фаховость. Мы передали из государственного бюджета, забрали у детей, которых нет чем гадать в школах, забрали у пенсионеров, забрали у работников, из фабрик, заводов, из дорог, из экологии, из всего забрали. У медсестер, у лекарей, забрали у вчителей. Сергей, у вас там многих болит сердце, перечисляйте. И забрали туда и передали майже 200 миллионов гривен. 172 миллиона гривен, если быть точным. Это достаточно для того, чтобы наладить систему. И остальное. Та фирма, которая разработала программное обеспечение, это коррупционная кормушка Народного фронта. Они засунули эту фирму для разработки ущего программного обеспечения новых проектов переднего кабину. Они разработали всю систему облику переселенцев, до речи, и мы не можем кинуть с кинцами найти в этой системе. Они разработали и другие системы в всех безлиминках Министерства, Кабинета и Министерства. Там просто шаленые цифры. Мы, до речи, от нашего комитета, из питания социальной политики, звернулися до НАБУ, до НАЗК и Генеральной прокуратуры, чтобы за вуха таки долгие, как Арсений Петрович, вытягли эту фирму, показали ее на свет и посмотрели, сколько они заценены в Ассене Комправе. Когда добьетесь этого, расскажите, обязательно об этом поговорим. Сергей, не, 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 уже все. Я говорю, что Народный фронт, это умова была, вот дизнайтеся, пане Шверк, что Народный фронт ставил умову голосования этих изменений до расширения кількости, кого нужно пропустить через систему и декларирование, только при умове, если вы сохраните норму, что одна человек на всю страну, Арсений Яценюк, не будет сдавать декларации. А я скажу, есть там такая умова, а я скажу, будет сдавать, будет сдавать, точно. Это заявка главы НАЗК, которая получает 101 тысячу гривен за 200 тысяч гривен на месяц. Вона может не знать. Сергей, про какую частину закону ты как? Вот тут покляниться, что будет сдавать, и что вы вступите в усилий, чтобы он сдавал, потому что мы хотим побачить эти 7 миллиардов, про какие удары родственники. Я не знаю в законе такой нормы, что позволяет однию людям не сдавать. Сергей, дождемся, подастся Яценюк декларацию или нет. Дуже правильное вопрос, как раз из этого я хотел начать, как думки мои читаете. А вы знаете, первая хвиля это до 1000 деклараций. И там были проблемы. То есть, вночь действительно заходили для того, чтобы отправить. Вчера я отправил за 2 недели, только поздно вночь. Потому что есть такая модель, чтобы можно было декларацию отправить без проблем. Это вночь и делается. Потому что все заходят в... Ну, меньше посещаем сайт, это понятно. Поэтому, кто не смог сделать, сегодня есть остальная возможность сделать до 12 той часа. То есть, 2,5 часа остались для того, чтобы сдать декларацию. Так вот, легче проверить 1000 деклараций, а с завтрашнего дня это будет миллион деклараций. Вы понимаете, который будет работать. А для того, чтобы проверить одну декларацию, необходимо проверить, по-первых, все базы, но не имеют доступ до всех баз, это и нерухомость, и нерухомого майна. Это все декларации минулих, которые паперовые. И проверить, как это все проходило. Поэтому, ну, за моим опытом, когда такие дела проводят, одна человек может, если очень хорошо спортировать, где-то 2-3 2-3 4 дней одну декларацию проверить. Хорошо, за полгода целая агентство сколько должно было проверить? Сколько могло успеть? Ну, я думаю, что, ну, порахуйте, да, то есть, с вересня месяца началось электронное декларование, у нас прошло сколько, півроку, так? Півроку прошло, то есть, за півроку поделите рабочие дни, где-то приблизно. Да, давайте будем заниматься математикой депутатов, и Кабмин, подсказывает Дмитрий Добротов точно был проверен. А теперь им еще задание. А почему не проверили? не, их проверили, но выбирково. А результаты, где, а почему избирательные, а почему не всех? А потому, что, вот тут и наступает самое главное вопрос, потому, что, на жаль, это очень хорошая вещь, чтобы увидеть остатки, но, с другой стороны, это, знаете, таки, булавой против опозиций и неугодных политиков. Потому, что, действительно, она используется для того, чтобы совершить тиск. По голосованию в Верховной Раде, про то, чтобы перейти в коалицию, чтобы не уйти в коалицию. Поверьте мне, что это величезный тиск, и это та спроба, как взяти политика или неугодного чиновника за одно место для того, чтобы он выполнил то, что скажет ему влада. А вот, что сделали с новым законом? Вы же подивите, заявы европейских и мировых лидеров, святовых лидеров относительно того, что это величезный крок назад в связи с тем, что новый закон засосовали до общественных активистов. Вони же не ушла, вот эта американская фирма с НЗК, из-за того, что там проблемы, они просто не хотят их вырешивать, потому что это очень выгодно не вырешивать эти проблемы. За это, знаете, в мутной воде лучше ловить того, кого нужно ловить. А вот американская фирма, которая была едином спонсором НЗК, она пошла, потому что она сказала про то, что то, что вы сделали, вы додали до миллиона этих депутатов сельских рад, про что вы говорите, на что было их этих людей чипать взагалі, на что правильно сделали, что для солдат сделали, для сержантов, а вот то, что сделали для громадских активистов, нормальные громадские активисты, они заполняют. Питание не в громадских активистах, никто же про это не говорит, а про третьих осіб, которые помогают. Понятно, спасибо, и вот для того, чтобы провести все эти расследования и выявить те правопорушения, про которые вы говорите, там должны сидеть профессиональные, качественные люди, но мы сейчас в дискусии плутаем причину и следы. Мы все говорим, что там нужны независимые профессионалы. Кому нужны? Суспильству? Да. А владе они там не нужны. Чему? Потому что первое, куда бы прийти независимый, профессиональный, керевник на ЗК, это Петра Порошенко и задать ему вопрос. Он должен был прийти до Володимира Гройсмана и задать ему вопрос. Он должен был прийти до министров, которые декларуют сотни миллионов, которые у них появляются с Нинацька, або таких, как пан Лешко, которые співпрацуют с владой и думают, что у них криша, которая им закрывает все. Поэтому в нашей не нужны там профессионалы независимые. На жаль, вы задавали еще одно питание. Почему так наполегливо просували этот закон как-то случайно. Какая добьется случайность? Закон был подписан Парабием за один день, закон был подписан президентом за один день. Это абсолютно спланована, чутка, зрозумела речь, которая вкладывается в загальный тренд развития нашей государства. У нас происходит создание полицейской государства. И это абсолютно очевидно. И то, что происходит сейчас это абсолютно логичный крок в этом направлении, чтобы притиснуть очередной общественной прожаркой, который не доволен действующей владой. Сегодня это антикорупционные активисты. Можно до них по-разному ставить, до них много вопросов, но это нужно нормально обговорить. Григорий, вам отвечают. Будем почти ...